МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Краевая столица постепенно приходит в себя после обрушившейся на нее стихии. В центральной и нагорной частях Барнаула, а также в поселках Южный и Затон восстановлена водоснабжение после урагана. Об этом сегодня на оперативном заседании заявил Сергей Дугин. Однако в центральном районе города продолжает действовать режим ЧАЭС. Сотрудники Барнаульского водоканала сообщили, что в 6 утра запустили насосную станцию, но вода появилась не во всех квартирах и домах. Все нарушения обещают устранить к обеду. Также перебои до сих пор возникают с электричеством. Самая напряженная ситуация сложилась в поселке Цветы Алтая. Начать работы по восстановлению электроснабжения мешают упавшие деревья. Глава города распорядился, чтобы к вечеру в поселке проблема была решена. На данный момент остаются неподключенными к электроэнергии около 450 домов владений с населением. Аварийные службы второй день подряд очищают город от поваленных деревьев и веток. На данный момент 7 бригад горэлектросети работают в микрорайонах ВРЗ, в Нагорной и центральной частях города. Подробнее о том, как город приходит в себя после мощного урагана, смотрите в вечернем выпуске. Уровень воды у Барнаула значительно снизился, информирует газета «Комсомольская правда» Барнаул. На утро понедельника опи критической отметки упала на 10 сантиметров. Подробнее об этой и других новостях от сибирской медиагруппы далее в обзоре. Тем не менее, вечером 24 июня в Барнаульском микрорайоне Затон оставалось еще 14 подтопленных участков. Специалисты местного самоуправления совместно с сотрудниками регионального главка МЧС продолжают контролировать территорию и рост уровня воды, а также состояние автомобильных дорог в поселке. А вот Политсибру со ссылкой на российскую газету пишет, что на 10% в России подорожают туристические путевки. Причина – продолжающийся рост цен на топливо. По данным экспертов Туриндустрии, путевки подорожают ближе к зиме, поэтому тем, кто уже купил туры, можно не волноваться. Большинство фирм берут на себя нагрузку, связанную со скачком цен. Но в перспективе, считают специалисты, стоимость путевок обязательно повысится, поскольку работать в ущерб ни один бизнес, в том числе туристический, не будет. Приятную новость сообщает информационный портал Рубцовск.Инфо. Восьмим многодетным семьям Рубцовского района выделили земельные участки для строительства жилья или ведения личного подсобного хозяйства. Землю предоставляют в собственность бесплатно тем, кто имеет троих и более детей. Многодетные семьи вправе самостоятельно выбрать участок из списка предложенного администрацией района. Как показывает практика, особым спросом пользуется земля недалеко от Рубцовска в поселках Безруковка, Зеленая Дубрава и Приозерная. Елена Макаренко, Наши новости. А мы продолжим более десятка аварий с участием мотоциклистов. Такой, по словам полицейских, итог начала лета. В большинстве ДТП увечья получают дети. Травмы различной степени и тяжести зафиксированы у 11 несовершеннолетних. Как говорят правоохранители, у многих из них нет водительских удостоверений. При этом беспечные ездоки порой пренебрегают элементарными средствами защиты. Садятся за руль без шлемов. Вместе с владельцами двухколесных, по традиции, мотосезон открывают сотрудники полиции. Люди в форме патрулируют улицы, городов, края. Иногда мощности их мотоциклов даже не хватает, чтобы догнать лихачей. Но благодаря слаженным действиям и помощи автопатруля нарушителя все же удается задержать. Был случай у нас. Парень, гоняли его. Но после остановки догнали, остановили человека. С документами все в порядке. Отсутствовал только страховой поле СОСАГО у него. Естественно, начали его опрашивать. Что сподвигло вас для того, чтобы убегать? Он говорит, что это уже привычка моя. Экзамены позади. Пришло время выпускных вечеров. Они стартовали в конце минувшей недели и продлятся вплоть до 30 июня. Аттестаты о среднем образовании получат 11 тысяч школьников, 1300 из них медали за успехи в учебе. Одними из первых со школой простились учащиеся Алтайского краевого педагогического лицея. Вальс, вечерние наряды, в зале полный аншлаг. В филармонии сегодня не концерт заезжих звезд, а особое представление. Выпускной бал. Для этих юношей и девушек школьные годы остались позади. Пришло время получать аттестаты. Из 180 выпускников педагогического лицея 20 – золотые медалисты. Мы просто выпускаем большое количество. У нас 8 профильных классов, еще один класс дистанционного образования детей-инвалидов. С одной стороны это много, с другой стороны это нормальная цифра, которая говорит о том, что есть дети, которые старались чуть больше других. Даже не верится, что все эти ребята на сцене – круглые отличники. Некоторые из них – победители Олимпиад и международных конкурсов. Наверняка для кого-то учеба пролетела незаметно. Но кому-то, чтобы получить золото, пришлось потрудиться. Я для получения этой золотой медали очень много в нее вложила знаний, труда. И последние два года я на нее очень сильно работала. Насколько могли мы, конечно, ей помогали своими советами. Где-то, может быть, полезными, где-то бесполезными. Но она сама огромная трудяга. И до двух часов ночи бывала, не спала, уроки учила. Никто не знает, даже сами выпускники, как сложится их дальнейшая жизнь. Вдохновленные напутственными речами, многие наверняка будут подавать документы не только в Барнаульске, но и в престижные вузы страны. Осталось лишь дождаться последних результатов ЕГЭ. Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. Техника, способная работать на любой почве. На агрофоруме «День поля» алтайским аграриям представили продукцию компании «Омск Сельмаш». В частности, сейлки, в производстве которых использованы передовые технологии. Изменение угол атаки преимущественно твердославные ценности металла, потому что через 50 гектар старые лапы, железные которые были, они сшаркивались. Плюс усиленная передняя опора, высевающий аппарат из-за использования износостойких полиматериалов. Здесь же представлены виды лап, универсальные для тяжелых почв, например, чтобы бороться с эрозией, применяют анкерный сошник. На сейлке-культиваторе СКК 2,7 беступенчатый вариатор, что позволяет плавно регулировать норму высела, а значит, можно сеять и даже рапс. На Алтае сейлки уже используют в степной и засушливой зоне Рубцовска, Волчихе и Локтевского района. Они доказали свою эффективность и надежность на полях России, Казахстана и Монголии. Компания «Сибиря Гроснаб» также поставляет высококачественные запчасти для сейлок «Амичка» и дополнительно к ним опрыскиватели и косилки. Особенность последних – работа на повышенных скоростях. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды сеть магазинов «Трофей» – все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофее» найдется все для отличного летнего отдыха, палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуды, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов «Трофей». На большей территории края вновь жара, но местами пройдут дожди. В Заринске и Камнинаби 24 выше 0, плюс 29 в Белокурихе, 30 в Бийске, в Барнауле до 31. Ветер северо-восточной порывы с 3. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!